С 2003 по 2020 год подводные силы ВМФ России получили 17 подводных лодок В состав флота вошли различные типы подводных лодок Проект 677 «Лада» по целому ряду показателей превосходит предшественниц проекта 636 636.3 «Варшавянка» – самая массовая подводная лодка, построенная в современной России Проект 20-120 – единственный представитель проекта, предназначен для испытаний новых образцов вооружения РПКСН-955-955А «Борей» – стратегические атомные подводные лодки 4-го поколения Подводный крейсер 855 «Ясень» – охотник за субмаринами 4-го поколения Проект 09-786 «Большая научно-исследовательская подводная лодка-носитель глубоководных аппаратов» Проект 09-787 «Атомная подводная лодка специального назначения, также носитель глубоководных аппаратов» К началу 2021 года на строительство дизель-электрических подводных лодок действует пять контрактов Три – на строительство проекта 677 «Лада» в общей сложности на пять подлодок И два – на строительство «Варшавянок» для Тихоокеанского и Балтийского флота На строительство «АПЛ» также действует пять контрактов Три – на строительство проекта 855 «М» в общей сложности на восемь подлодок И еще два контракта на шесть РПКСН «Борей-А» Строительством подводных лодок занимаются две верфи Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге строят все дизель-электрические подлодки Северное машиностроительное предприятие «Северодвинский» строит атомные А переоборудованием ВПЛ специального назначения занимается Центр судоремонта «Звездочка» также в Северодвинске С 2003 года в состав ВМФ вошли 17 подводных лодок Общим водоизмещением более 180 тысяч тонн Посмотрим на передачу подводных лодок по годам В 2006 году ВМФ получил АПЛ специального назначения В 2008 году опытовую подводную лодку В 2010 году флот получил первый носитель комплекса «Калибр ПЛ» 2013-й стал рекордным по тоннажу А 2014-й рекордным по количеству В 2016-м был передан второй носитель глубоководных аппаратов В 2020 году флот получил головной крейсер проекта 955А ВМФ распределил полученные подводные лодки таким образом Шесть варшавянок получил Черноморский флот Тихоокеанский получил две стратегических АПЛ «Борей» и две варшавянки А Северный флот получил семь подводных лодок и все различных проектов Десять дизель электрических и семь атомных подводных лодок в масштабе Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь И не забывайте про интересную информацию, которая проплывает на проекторе в конце видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok